Привет, друзья! С вами мастер Георгий, и сегодня мы сделаем очень интересную такую работу. Я вот, к сожалению, поздно с похватился и решил записать видео, но ко мне в руки в оранжерей попало вот такое шикарное бревно. Бревно от моих друзей, которые попросили меня сделать им такую композицию в бревне. Честно говоря, делал композиции до этого все меньшего размера, но такой вызов был мной принят, и сейчас вот я в процессе работы, и оставшуюся часть сделаем с вами вместе. Я расскажу, что я сделал уже. Вот такой полиэтилен, он сейчас торчит по-дурацки, поуродливей, достаточно уролевый. Потом мы его обрежем просто землей вровень, либо чуть больше, чтобы бревно не гнило. Оно хоть обработано, но туда может подать влага, потом просто зафиксируется это как-то либо скрепками, степлером, либо чем-то еще. Вот, в общем, такая гидроизоляция у нас. Снизу я положил в бревно, там, кстати, дырка вот эта достаточно глубокая, выдал желоб, он выдал практически до дна бревна. Вниз я положил очень толстый слой керамзита, и сверху его зафиксировал слоем гальки. То есть так, чтобы он не всплывал, ничего не было, и чтобы туда не проваливалась земля, чтобы оставались воздушные полости. Потом я насыпал торфяной субстрат. Собственно, его вы видите, вот он. Я показывал в своих предыдущих видео, как я его готовлю. Собственно, и в него мы будем сажать вот эти прекрасные суккуленты. Это вот толстянки у меня, ичеверия, колонхоя, четки, пахифитумы, ну и всякое разное. Ну, давайте приступим. Походу буду что-то рассказывать. Я решил, что сюда я буду сажать просто, ну, ребятам побыстрее желательно эту композицию получить. И они хотят, чтобы все было, растений было много. Поэтому, ну и чтобы она была быстро, конечно, сделана, я решил, что буду сажать уже большие растения. Конечно, сейчас, если останутся какие-то пространства, я сажу уже черенки, и они заполнят оставшееся место. Я сажаю суккуленты с земляным комом, и они очень быстро приживутся. Соответственно, время на адаптацию такой композиции будет минимальным. Ну, стаканчики можно использовать еще раз, либо кидать. Друзья, ну что, вот мы посадили целое огромное бревно. Это заняло у нас, ну, примерно минут сорок. Я сейчас, что сделаю, последнее полью и обрежу пленку. И, наверное, неделю-полторы трогать его не буду. Потом выложу где-нибудь ВКонтакте фотки, как оно получится. И ребята заберут это бревно. Надеюсь, будет видно, что я сначала посадил основную композицию из крупных растений, более-менее уже таких, которые из стаканчиков. А потом все промежутки заполнил мелочевками, черенками с корнями. Ну, сейчас мы польем все это хорошенько. И все чудесно приживет. Через неделю все заколосится. Ну, и последнее что-нибудь. Ну, вот такое у нас крутое бревно получилось. Ну, теперь, я думаю, я один его сюда затаскивал. Но теперь одному мне, конечно, будет сложно поднять. Но приедет приятель потом, и мы вместе с ним погрузим. В общем, выложу ВКонтакте фотки. Через неделю, пару недель, пока оно у меня стоит. Все растения адаптируются. Покажу, какая куча суккулентов тут получится. Ну, кому интересно, что сделать, чтобы мастер Георгий сделал такое бревно, пишите в личку ВКонтакте или на почту. Заходите на сайт, подписывайтесь на канал. А с вами был Георгий. Пока. Пока.